Приветствую вас. Есть несколько моментов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Первый момент связан с тем, что вы говорите, что переживали очень сильно по своему парню. Мы переживали очень сильно по нему, страдали много, и тяжело вам болтать с ним разрыться. И как бы до сих пор вы до того, как начали встречаться с этим молодым человеком, вы думали только о том, о своем бывшем. Но, как вы увидели его, сразу у вас появились чувства к нему и так далее. Это, на мой взгляд, очень тревожный такой знак, тревожный такой сломочек, потому что вы в этом мужчине, скорее всего, видеть, ну, такое вот определенное средство для себя, средство, может быть, для выполнения пустоты в своей душе, средство для того, чтобы, ну, вновь перестать, вновь поднимствовать себя, например, какой-нибудь нужной и так далее. То есть, вот здесь момент как раз-таки такой, что мужчина, вот этот вот человек, да, он вроде как вам нужен, он нужен, вот. Вот. И нужен он вам для себя. Это первое. То есть, если вы не перечили до конца расставания со своим молодым человеком, да, и внедапно просто полюбили другого, то вы как бы спроецировали, спроецировали, значит, значит, вы спроецировали свои потребности, которые у вас изначально были, в частности и к своему молодому человеку, бывшему, на нового молодого человека, вследствие чего и появилась такая вот реакция. Соответственно, нужно до конца эмоционально, возможно, завершить отношения с тем молодым человеком, который у вас был, был, и потом уже нашел с него вступать в новые отношения. Далее, Стас здесь видите, он рассказывал вам, как любил ее, вы рассказывали ему, то есть, вы такие вот друг для друга, ага, такие вы, эээ, платочки, да, платочки, эээ, которые можно поплакать, вот. Ну, это не есть хорошо, опять же. Вот, значит, далее, ну, далее вы рассказываете про определенное поведение, вот. Значит, что я вам, Жене, хочу сказать. Первое, то, что вы говорите, что я боюсь того, что будет невзаимным. А почему вы боитесь того, что будет невзаимным? Почему, почему вас это пугает, например? Ну, будет невзаимным, допустим, ну и что? Ваши чувства от этого куда-то денутся. Почему вы этого так боитесь? Как говорите, не мне хочется его завоевать. А на чем? На чего? Если у вас есть к нему чувства, то чувства, они не направлены на какой-то принцип. предмет. Чувства они либо есть, либо их нет. Либо есть желания ваши, которые вы пытаетесь удовлетворить через этого молодого человека. Далее. Ну, еще я боюсь, значит, так, значит, или, значит, ему, возможно, другое нравится. Но опять же, в этой неопределенности вы будете находиться ровно до тех пор, пока сами не проявите решительные шаги. А решительные шаги вы проявите только в том случае, если сами сделаете первый шаг. Вас судеб не унижает никак и не оскорбляет то, что вы говорите ему о своих чувствах. Ну, скажите ему о своих чувствах. И все. Не надо за ним бегать, не нужно постоянно ему писать и так далее. Просто скажите и все. Отдавайте, посмотрите, как он будет себя видеть. Другое дело, что будет, если это не взаимно для вас? Что это означать будет для вас? Это вот куда более важный вопрос. Далее, значит, так. Вы не хотите спешить, хотите рассказывать ему, насколько он дорог мне показать, что я лучше всех других. Значит, зачем вы хотите показать, что лучше всех других? Вы не лучше. Не нужно быть лучше всех других. Всегда будет кто-то лучше. В том или ином аспекте. Нужно, чтобы вы были просто лучше. Лучше всех, а просто лучше. Далее. Завоевывает не женщина, а завоевывает мужчина. Вы его не завоевываете. Это вообще не завоевание здесь идет. Далее, значит, общение вообще испортится. Скажите, вот после слов, что он хочет, чтобы вы обняли его, чтобы смотрели на него, и чтобы не стеснялись его, у вас еще остается сомнение, что ему нравится? Если есть другая, вы в себе сомневаетесь или в нем? Если вы сомневаетесь в нем, определенность можно, как бы, подтолкнуть. Если вы сомневаетесь в себе, то это ваша собственная неуверенность в себе, и ваша собственная неуверенность в себе, это предмет для отдельной консультации. Предмет для отдельной работы. Значит, далее, общение тогда испортится. Почему оно должно испортиться? А испортится, ну и что дальше? Значит, вы никогда не были близки, значит, вы никогда не были искренне друг друг с другом, если испортится общение. Подскажите, как быть. А как вам хочется? Если хочется, а не хочется спешить и хотите показывать, насколько он дорог вам, показывайте. Но почему нельзя показывать, что он вам дорог, обязательно не признаваясь ему в чувствах? Для меня загадка. Он ведь может думать, что вы просто друг, и все. Тем более, вы сказали ему, что это не ему, вы писали статусы о любви. Вы ждете, что он поймет какую-то намерку. Опять же, это мужчины. Мужчины намерки не понимают, очень редко понимают. Значит, или друг с этого взаимно. А мы не знаем. Да и нет, и нет. Вы можете только сам узнать, попробовать. Для этого мы не понятно, чего вы боитесь. И насколько вы вовлечены в это. Насколько есть ваше личное заинтересованность в то, чтобы мужчина был фан. Насколько вы в нем нуждаетесь. Что составляет вашу нужду. И вот тогда это уже, вот это уже будет понятно. Да, вы можете демонстрироваться, что он один друг у себя, да. Действительно. Если у вас есть чувство, скажите. Сделайте это достойно. С достоинством. Так, чтобы это не противоречило тому, что вы хотите показывать, насколько он дорог вам. Показывать, что я лучше всех. Я лучше всех показывать не надо. Насколько дорог, показывать нужно. Если вы считаете, что ваше молчание это показатель того, что он вам дорог. Так, если вы действительно так считаете, если у вас есть серьезные аргументы для этого. И вы в этих аргументах убедены. Пожалуйста. Есть пути так. Но последствия могут быть самыми разнообразными. Неохота, чтобы он первый проявил чувство ко мне. Почему? Зачем? Почему именно, чтобы он первый проявил? Он к вам проявлял этот чувство по-своему, по мужчине. Когда я говорю, что хочет, чтобы вы его обнимали. Вам еще каких-то проявлений чувств надо? Или вы делаете от него проявления именно тех, которые вы считаете. Как он мужчина, а вы женщина. И он проявляет чувство, как он умеет. Вы проявляете, как вы умеете. Нельзя человека рассматривать по себе и через своих взглядов. Это, ну как минимум, ограничивает. Как минимум. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.